Инвестиция Здесь примерно та же самая ситуация Конечно, это может быть более или менее ответственное решение Когда значительные деньги человек куда-то отправляет По большому счету и зубов-то полечить стоит недешево сейчас А теперь, если возвращаться к тому, что нужно требовать И что можно требовать Если у вас появился на пути управляющий То практически у каждого из управляющих есть некая информационная база о себе Которая соответствует требованиям Федеральной комиссии То есть существует целый свод требований комиссии к управляющему Заставляющий, я бы так сказал, управляющего раскрывать информацию о себе И там написано очень много Когда, кем была создана компания Как работала, какова история деятельности в этом бизнесе Какие финансовые результаты показывали те или иные фонды под управлением Какие люди работают в этой компании Это все есть на бумаге, это все есть в интернете Это все есть на сайтах или опять же в журналах, которые специализируются на писании об этом То есть достаточно много информации На мой взгляд, если люди, прошу прощения, привыкли Уже, может быть, привыкли как-то выбирать между банками Какой-то лучший для себя Здесь примерно та же самая ситуация Ничего особо специального в этой части и нет Этот институт, наверное, сейчас наиболее открыт среди всех других существующих Потому что он задумывался и описывался, я бы так сказал, с нуля Ну, банки были ведь и в советское время, да? У них немножко были другие задачи И, в общем, деньги имели только государственную краску А, в общем, народ-то привык туда ходить В Сбербанк уж по меньшей мере А предприятия общались с сельхозбанком, с жилсоцбанком, с промстройбанком и так далее Поэтому история с завершением капитализма в царской России на этом не закончилась А фондов не было, да, согласен Управляющих не было Поэтому вот ровно отличие, скорее всего, в том, что нет привычки Нет опыта традиционного, передаваемого, там, может быть, из поколения в поколение Как с этим работать С другой стороны, еще хочу сказать, что на Западе это совершенно естественная процедура А у американцев в пенсионных фондах и у инвестфондах денег больше, чем в банковской системе И они этим активно пользуются, ну, то есть этими институтами